Вы дождались, вы терпели, вы просили, вы умоляли, ладно, вы просто просили, и наконец-то я снимаю этот ролик, очень многие просили, очень многие хотели и писали мне, Ник, ну расскажите нам все такое, пожалуйста, что же такое полюция, почему это плохо, или это хорошо, скажи мне, то что я там срываюсь все время полюции, когда я сплю, у меня происходит полюция, это считается, что я сорвался, и что мой дейстрик заканчивается или нет, скажи мне, Ник, и было куча вопросов, которые задавались в мой адрес по поводу полюции, в этом видеоролике я решил расставить все точки над И, и наконец-таки закрыть вопрос с полюциями, чтобы вам было точно понятно, что такое полюция, как это хорошо влияет на ваш организм, как это плохо влияет на организм, является ли это срывом, и вообще, как к ним относиться, как сделать так, чтобы полюции были хороши для вашего тела, и как не заработать болезнь очка, начинаем, я сделаю этот ролик максимально конкретным, максимально коротким, чтобы вы максимально быстро поняли то, что я вам хочу рассказать, начнем с того, для чего же мы все-таки решили садиться на воздержание, если вы спрашиваете меня вопрос про непосредственно полюции, ночные полюции, просто полюции, то в любом случае, я думаю, что вы на воздержании, потому что полюции так или иначе происходят во время того, как сперма долго не выходит из вашего организма, для чего мы сели на воздержание? задайте этот вопрос себе, а я заведомо отвечу вам на него, мы сели на воздержание для того, чтобы понизить вот этот всплеск эмоций, чтобы уравновесить фон дефамина, чтобы дефаминовая линия стала прямая, чтобы мы больше реагировали на какие-то обычные факторы жизни, чтобы они производили у нас больше эмоций, чтобы мы каждый раз после дрочки не убивались, не сидели вот такие вот мертвые, потому что у нас произошел дикий всплеск эмоций, и потом нас, в общем-то, попустило, и мы вот такие вот, блядь, просто как зомби сидим, чтобы вот такого не было, чтобы повысить свой дестостерон, отойти от всех этих вот, блядь, посредственных вещей, чтобы улучшить свое состояние здоровья, чтобы направить все эти силы в спортивный зал, для того, чтобы улучшить свое эмоциональное состояние, чтобы радоваться опять-таки мелочам и не грустить по всякой хуйне, вот для чего мы сели на воздержание, вот для чего мы решили воздерживаться и ушли от рукоблудства. А сейчас важно разобраться, что же такое полюция. Полюция – это пример просто. Вы спите во сне, в общем-то, это логично, вы спите ночью, и вам сон, как вы с какой-то прекрасной девушкой идете гулять, потом у вас происходит с ней секс, а утром вы просыпаетесь, и вы все в сперме. Это называется полюция. Это называется полюция, и это происходит у практически каждого человека на воздержании. У кого-то в большем количестве, у кого-то в меньшем количестве. Все зависит от того, как часто вы возбуждаетесь днем, потому что условное возбуждение днем, не ночью. Оно является тоже условной полюцией, потому что ваше семя, оно уходит из под яичника и, в общем-то, покидает это пространство, тем самым прогоняясь через все шланги и все, блять, каналы. Вот. И это условно является тоже полюцией, просто без выплеска вашего спермы. Вот. Поэтому, если вы часто возбуждаетесь днем, то ночью у вас будет меньше полюции. Если же наоборот, вы редко возбуждаетесь днем, вы такой, как кремень, то вероятность того, что ночью у вас будет полюция, она больше. Так это и работает. Для чего нужны полюции? Полюции нужны для того, чтобы избавиться от излишек спермы в вашем организме, потому что она застаивается в под яичники, ее нужно выплескивать, ее нужно выплескивать из своего организма, потому что ее избыток, а избыток чего-либо в организме, это нехорошо. Поэтому организм, в общем, ваше тело придумал такую штуку, как полюция, чтобы избавиться от нее. Видит, что вы, блять, лох, который не трахается, поэтому мы избавляемся от спермы таким образом. Так, и сейчас мы немножечко возвращаемся в начало видео. Мы поняли, для чего мы сели на воздержании. Теперь давайте поймем, что происходит во время полюции. Вы спите, вам приснился какой-то сон, вы кончили, утром просыпаетесь. Ебать! Но самое главное отличие того, что вы подрочили на порнуху и кончили, и тем, что вы ночью спали и кончили, в том, что когда вы подрочили осознанно на порнуху, у вас произошел большой всплеск эмоций, у вас произошел всплеск дефамина, и тем самым вы расшатали свою дефаминовую плазму. Когда же вы ночью, ну, то есть, кончили, тоже условно кончили, но произошло это путем полюции, вы никак не получили никакого вот этого ебать, ебать, и у вас не трясутся руки, блять, такого не происходит. Вы как-то, блять, вот так, блять, не трясетесь на стуле, этого нету. Нет, вы просто вылили сперму, тем самым у вас нету вот этого скачка дефамина, тем самым вот эта вот дефаминовая плита, она не производит сдвига, у вас нету вот таких вот жестких скачков, и дефамин остается на том же самом уровне. Это и ответ на все ваши вопросы. Мы делаем для того, чтобы дефамин оставался на уровне, во время полюции дефамин продолжает оставаться на уровне. Поэтому полюции не считаются с рыбом, поэтому полюция это неплохо для организма, поэтому полюция это биологический процесс, который заложен вашим организмом для просто излияния спермы. Не нужно вам столько спермача в ваших яичках, не надо оно. И организм самостоятельно его изливает, не бойтесь полюции, полюции это абсолютно нормально, полюции как раз такие. И просто возбуждение днем, оно спасает вас от болезни простаты, хуяты, золопаты и то, что другие люди опять-таки там болтают. Полюция это хорошо, полюция это естественный процесс организма, который происходит, который делает ваш организм. Организм не сделает вам плохо, это не вы тупой долбоеб, который будете, не знаю, курить гаши и башить крэк и тем самым убивать свой организм. Нет, организм для себя будет всегда делать хорошо и он знает, что он делает, он видит, что у него показатель, а вот тут у нас много спермача, надо отлить его. И это так и происходит. При этом у вас не вырабатывается радость, у вас нет вот этого всплеска дофамина и вы остаетесь тем же человеком, которым был. Поэтому все, на этом вопросы, все вопросы про полюции закрыты, я считаю. Я ответил на все, что только можно было ответить. Если все еще у вас остались какие-то вопросы про полюции, ну окей, напишите в комментарии. Это как раз-таки место, где я буду отвечать на эти вопросы про полюции и это как раз-таки время, когда стоит задать эти вопросы. На этом все, с вами был я, Ник. Обязательно пишите комментарии, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на канал, если ты не подписан, потому что мне будет приятно и тебе тоже будет приятно. На этом все, удачи, мой друг. Субтитры сделал DimaTorzok